Здравствуйте! Это новость из Тадагестана и коротко о главном сегодня. Пункт есть, помощи нет. Почему в Куматар-Калинском районе 8 лет не могут ввести в эксплуатацию построенный ФАП? Узнаете сегодня в выпуске. Дожди, неугомонная стихия и коммунальная катастрофа. Столица по колено в воде. Городские службы с трудом справляются. Кто приходит на помощь, смотрите. Об этом через несколько минут. На экране и в жизни работники медиасферы отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. О картине по ту сторону экрана в нашем сюжете. В результате выпадения обильных осадков в Махачкале основные проблемы возникли на автодорогах, где ливневые стоки не справляются с потоками воды. Повсюду образуются глубокие лужи, затрудняющие движение автомобилей, которые застревают и потом не могут самостоятельно выбраться. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС оказывают адресную помощь во многих районах города. В частности, на проспекте Петра Первого и улицы Бибулатова. Кроме того, экипажи перевозят людей, которые не могут перейти определенные участки дороги из одного места в другое. На помощь дагестанским энергетикам приехали 120 специалистов Россетей из других регионов страны. Сотрудники отрасли работают практически в круглосуточном режиме, помогая жителям наладить энергоснабжение, в том числе на тех энергообъектах, которые не принадлежат Россетям. По каждому обращению жителей столицы и ее пригородов работают десятки специалистов. Задействовано 15 единиц специальной техники. По решению руководства Россетей в республику также прибыли 10 бригад специалистов Россети Кубань, Россети Юг, также энергетики филиала Россети Ставрополь Энерго. Они проводят восстановительные работы в поселке Кривая Балка. Построен, но не введен в эксплуатацию. Жители села Дахадаевка Куматаркалинского района жалуются на состояние фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели еще 8 лет назад. Однако обращаться за медицинской помощью в этот ФАП местные жители не могут. ОНФ в Дагестане вот уже несколько лет добивается введения объекта в эксплуатацию. Двигается ли дело с мертвой точки, узнавала Патимат Ханапова. Построили и не приняли. Давно пора здесь ФАП построить и сдать людям. А то некуда. Давление проверяют, уколы делают людям. Объект не введен в эксплуатацию и вот уже рушится на глазах. Трубы заржавели, штукатурка осыпается и плесень на стенах. Хотя с момента постройки здание медпункта дважды ремонтировалось. Проблему не введенного в эксплуатацию ФАПа активисты ОНФ поднимали не раз. И вот снова пришлось вернуться к этому вопросу. В данном населенном пункте, учитывая население, учитывая отдаленность от медучреждений, необходим фельдшерский пункт для оказания первичной медико-санитарной помощи. В принципе, вот в этом помещении он должен был быть вроде бы с 2011 года. Специалисты отмечают, ФАП не введен в эксплуатацию, так как власти заранее не побеспокоились об отводе земель. Так почему же за эти 9 лет ситуацию не разрешили? Ответа на этот вопрос пока не дает никто, ни контролирующие органы, ни администрации района. Однако на этот раз они обещают разрешить ситуацию до конца этого года. Главный вопрос, который беспокоит нас и жителей. Вот согласование, бумаги, это все понятно. Когда будет подработка? Когда он будет обслуживаться? В течение месяца этот земельный документ оборудован. Здесь основной вопрос, здесь отводные изделия, здесь отводные значения. Оборудование, финансы есть, как только будет оснащено. После обращения регионального отделения ОНФ в Дагестане, администрация района провела внутренний ремонт. Насколько качественно он сделан, оценят специалисты Минздрава, когда ФАП будет передан на их баланс. Сейчас же местным властям предстоит решить вопрос оформления земель. Местные жители выражают надежду, что хотя бы сейчас дело двинется с мертвой точки. Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Кунтеркалинский район. Сегодня Всемирный день телевидения. Удивительного технологичного чуда, навсегда изменившего историю человечества. Расширившего границы и горизонты привычного мира, делающего нас свидетелями далекой и близкой реальности в режиме онлайн. О том, что происходит по ту сторону экрана и картинки в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. По ту сторону экрана далеко не все гладко. Ответственная и напряженная работа не способна превратиться в рутину. Потому что каждый новый сюжет неповторимый, требует максимальной концентрации и отдачи сил. Чуть-чуть, чуть медленнее. Сегодня день телевидения. Оказаться на заснеженной пограничной заставе высоко в горах или посреди моря канализации, затопившего невезучий поселок. По волнам мчаться на Рабатской байде к острову или прыгать с разбега в студенную воду. Ну или прыгнуть с парашютом. В общем, в прямом и переносном смысле окунаться в гущу событий. Создавать эффект присутствия для зрителей, чтобы они, не выходя из дома, ощутили то, что происходит порой за сотни километров от них. Все это может телевидение в буквальном переводе. Способность видеть далеко. Увлекательная и необычная профессия, ставшая не просто родом занятия, а образом жизни для меня и моих коллег. Телевидение – это не только констатация фактов. Иногда оно превращается в последнюю надежду, дает шанс достучаться до власти мущих. Потому что далеко не все, что существует в бумажных отчетах, в высоких кабинетах, подтверждается реальностью. Поздравляя коллег по цеху, хочется пожелать всем нам, находящимся по обе стороны экрана, хороших новостей и добрых информационных поводов. Чтобы картинка на экране и за окном больше ратовала, а не огорчала. Алина Багилова, Рамазан Казамбиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Министр по делам молодежи республики Камил Саидов посетил Дербент и вместе с представителями местной власти встретился с детьми, возвращенными из зон боевых действий в Сирии. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню ребенка. Всего в рамках мероприятия было посещено две семьи. Детям были подарены планшеты с установленными на них обучающими программами для связи с волонтерами и прохождения дистанционного обучения, а также раскраски книги и игрушки. Саидов отметил, что для детей будут проводиться дополнительные мероприятия в дистанционном формате. В Махачкале обсудили религию как фактор межнационального мира и согласия. В работе секции приняли участие представители госструктуры, общественности и представители религиозных, образовательных и некоммерческих организаций. С приветственным словом собравшимся обратился заместитель министра по национальной политике и делам религий Арсен Махмудов. Он отметил, что сегодняшнее мероприятие – это третья секция первой дискуссионной платформы. Подобные площадки планируется организовывать и в будущем с учетом предложений и рекомендаций собравшихся. Выступил на мероприятии и помощник Муфтия Дагестана Магомед Магомедов. В своем докладе он рассказал о деятельности мусульманского духовенства по консолидации дагестанского общества. Муфтият РД выступает за единство мусульман Дагестана и России, за мир и стабильность республики против радикализма и религиозного экстремизма. Основная цель Муфтията, как было неоднократно озвучено Муфтем республики, шейхом Ахмадом Афангей, быть полезными для общества, просвещать людей в религиозных вопросах, приносить им пользу. Способствовать консолидации жителей республики как внутри республики, так и за ее пределами. Муфтия республики шейх Ахмад Афанзи встретился с религиозными деятелями, которые прошли полный курс обучения ритуальным похоронным обрядом, намазу и усовершенствованию ритуального омовения. Моделировал собрание заместитель муфтия Мухаммад Мангуев, который рассказал о процессе подготовки специалистов по данным направлениям. Шейх Ахмад Афанзи выступил с напутственным словом в адрес собравшихся, пожелав, чтобы полученные знания приносили пользу обществу. В рамках встречи состоялось вручение дипломов, подтверждающих право обучать намазу, ритуальному омовению и похоронным обрядам. Также Муфтий встретился с главой Бутлевского района Русланом Гамзатовым, шейх Ахмад Афанзи поздравил Гамзатова с назначением на пост главы муниципалитета, пожелав ему быть полезным району и его жителям. На встрече обсуждали различные актуальные вопросы, в том числе просветительского характера. Гамзатов выразил Муфтию благодарность за духовно-нравственную работу, проводимую в муниципалитете, подчеркнув, что взаимодействие с религиозными деятелями необходимо усиливать, что, несомненно, является залогом стабильности и процветания района. Сборная Республики в составе 23 человек выступит в Оренбурге на чемпионате России. Соревнования пройдут с 27 по 5 декабря. В составе дагестанской команды выступит чемпион России прошлого года Расул Салиев, призеры чемпионата страны Вадим Мусаев и Широпудин Атаев, победитель универсиады Магомед Тенавасов. Также Дагестан представит обладатели золотых медалей первенства мира Джамбулат Бижамов и первенства России Аминтаза Бекишиев. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей. Напомним, что в прошлом году чемпионами России в Самаре стали двое представителей дагестанской школы бокса. Лучшим тренером турнира признали Рашид Бека Ахмедова. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова